И снова добрый день, мои дорогие. С вами, впрочем, как и всегда, Алкобарт. И мы, конечно же, будем что-то пить. Даже, я бы сказал, допивать. Но поговорим мы сегодня не об этом. Дело в том, что я сегодня пить особо и не собирался. Мы там пилили дрова, я новую пилу опробовал. Я сотворил там. Собака решила, что это для неё домик. Ну, это вообще для дров такая штука. Завтра вот накрою это всё красивым чем-нибудь. Ну, сначала матом, конечно же, покрою, тремя слоями, чтобы дерево не гнило. Но это вопрос не в том. Мне напомнили ближе к вечеру, что у меня сегодня профессиональный праздник. Господа, 31 января, день рождения водки. И как-то я решил, что таки да. И тут у меня возникло такое вот, что я же обычно на болтовняшке беру то, что у меня уже раньше было. Но у меня такого в доме сейчас не было ничего из целого. Всё или ещё не докуплено, или уже давно выпито. Короче, поэтому в тайном шкафу, у меня есть тайный шкаф, куда складывается недопитая, я из него выудил балчук. У меня были варианты, конечно. Но почему именно красный балчук? Потому что всё-таки Саранск её позиционирует как аутентичную водку с тем самым, короче, историческим вкусом. Я помню эту водку хорошо, и она мне понравилась. Хотя я смутно представляю, как её можно выпить много. Это такая водка больше для наслаждения. Да и плюс эта водка особая всё-таки. Поэтому, как говорится, вспомним, вспомним тот самый анис из неё. Исконный вкус первых водок. Она. Она родимая. Ладно. Первую, как говорится, за день рождения водки и продолжим. Что же я на первый такой глоток-то здоровый? Ну ладно. Это всё мелочь. Пока накапаем вторую, пусть постоит, подышит. Водочка даже не вискарь какой-то, которым можно стаканами хлебать за углом где-то. Водочка постоять должна. Так вот. Одно из упоминаний водки было ещё в 1500 лохматом каком-то году, каким-то польским историком, на тему того, что жители Москвы делают из овса, причём жгучую жидкость, и пьют её, чтобы спастись от холода. Ну вот я так и понял, откуда теперь взялись мои вот эти нелюбимые овсяные хлопья в водке. Дань истории, видать. Дань истории. Но вы, конечно, можете сказать, что водка это же фу. Водка, ну, конечно, кто-то скажет, что она делается из китайского спирта, который из говна. Это отдельная категория людей. К ним прислушиваться бессмысленно. Кто-то скажет, что вот водка та, которая та настоящая до 1890-го, по-моему, года, когда была принята ректификация вот то водка, а то, что сейчас это спирт разведённый. Но я всё равно стою на своём. Водка это, скажем так, самый честный алкогольный напиток. Потому что он не прикрывается вкусовыми качествами. Хотя, что я сейчас это говорю, это как бы водка особая, явно вкусовая. Но классическая водка в нашем понимании, это в идеале смесь спирта с водой. Правильно? Правильно. Так вот, от чего, собственно, водочный вкус зависит. Опять же, тут найдутся люди, которые рассказывают, что все водки одинаковые. Этим людям я не доверяю и предпочитаю держаться от них подальше. Вот. За что, кстати, и вторую так чуть-чуть. Как-то первый слишком сильно горло промочил, поэтому вот сейчас чуть-чуть горлышко промочи. Водка. От чего вообще вкус водки зависит? Пункт первый. Если водка чистая, спирт и вода, то при идеальных составляющих, в идеальном варианте, когда это нормальная водка, сделанная с любовью и с душой, то есть нормально сделанный спирт, нормально очищенная вода и нормально пройденное углевание, водка становится чуть-чуть сладковатой. Вот у нее такой легкий сладковатый припус. Это, в принципе, больше подходит под сортировку, например. То есть сортировка это что? Просто спирт с водой смешали, получилась сортировка. Подождали немножечко, пока оно там само себе нагрелось, остыло, и выпили. Вот. У него будет, у него, у нее, у сортировки будет сладковатый припус. Водка после углевания березовым углем, тем самым БАУ-2 и так далее, она оставляет этот припус. И если у вас чистая водка с чуть сладковатым припусом, значит там все хорошо. Если же, например, отдельно есть еще вариант кокосовый уголь, который очень любят самогонщики, он как раз к водке имеет крайне посредственное отношение, потому что он ее портит. И у меня были случаи, один раз на заводе, когда мне гордо сказали, ну то есть когда я снимаю на заводе, обычно выглядит это как? То есть мы делаем пробный прогон, где мы будем снимать, и примерно о чем мы будем говорить. На одном из заводов мне так гордо сказали, а вот наши установки, фильтрация, ты кокосовым углем. Я говорю, так, а давайте вы мне этого не говорили, я этого не слышал. Потому что озвучивать такое, как бы, это минус заводу. Кокос лишен вот этих вот прелестей березового угля. Он напрочь их лишен, и как бы получится хрень в большинстве своем. Поэтому очень часто в водке, обработанной на кокосовом угле, обработанной кокосовым углем, обычно что-нибудь добавляется, какие-нибудь улучшайзеры. Те самые лимонная кислота, всякие там, алкософт еще, какие-то приколы, там, смесь сахаров. Еще что-нибудь, еще что-нибудь, короче, надо хоть как-то сгладить. Ну, есть, правда, и второй вариант. То есть вы все время делали водку, 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 все получалось хорошо, а потом у вас что-то поменялось. То ли вода у вас с гор воды пошла немножко другая, то ли еще что-нибудь. И водка не соответствует эталонному образцу. А эталонный образец – это первая партия, выпущенная заводом. И сидят, значит, технологи с дегустаторами и думают, что делать-то теперь? То есть как бороться с этим будет? И кто-нибудь особо умный говорит, давайте лимонной кислотой. Давайте, попробуем. Нормально, но не то. А давайте вместо лимонной кислоты сахаром. Ну, давайте. И вот таким образом водка подводится под идеальный состав эталонный, которая первая партия. Это я для чего рассказываю, потому что очень часто народ, например, пишут на почту, типа, блин, я брал вот эту водку раньше всегда, там, ну, лет пять назад, и у нее был другой состав. А сейчас у них, например, в составе еще какая-нибудь там глюкоза. С какого, блин, перепуга? Типа, что такое? Ну, вот приходится объяснять, что это просто приведение к эталонному образцу. Так вот, идеальная эталонная смесь спирта с водой, прошедшая обработку тем самым березовым углем, это сладковатая чуть-чуть водка. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть, за что и бахнет. Ну да, вот эта вот анисовость, ее прикольная. Она прикольная, но это не для больших количеств. То есть, вот у них в серии есть красный балчук и синий. Синий чистая водка, красный все-таки специфический. Ладно. Далее. По сырью для производства водки. По сырью. Ну, тут вообще классика. То есть, например, считается вообще изначально все-таки водка должна быть ржаная. Но далеко не везде. По классике для России и для Беларуси, например, ржаная. Для Украины пшеничная. Ну и для Южной России тоже пшеничная. Но, например, Украина, говорят, делает очень неплохие кукурузные сейчас спирты. И я о них слышал еще года два назад. Но, честно говоря, как-то не довелось. Скандинавия. Всеми любимые абсолюты в Финляндии. Это ячменный спирт, господа. Это уже ячмень. Естественно, кто-то скажет, что по регламенту можно производить еще из картошки и свеклы. Для спиртов люкс, например. Можно. Но никто этого не делает, потому что и условия хранения там дебильноватые и так далее. То есть это на крайняк какой-нибудь маленький местечковый заводик, который работает чисто на свой район и область. Они быстренько закупили где-то свеклу по дешевке, которая уже гниет нахрен. Перебродили, перегнали. Опаньки. Все. Вот вам вкусная водочка. Имеют право, но никто этого уже очень давно не делает, потому что как бы смысла нет. И если еще в Беларуси, в Украине можно так сделать, то в России уже очень сложно, потому что ну нету сейчас в России ни картофельных, ни свекольных спиртов. Ну нету. Идет чисто растительное сырье, чисто зерновое. Конечно, вы может удивитесь, но это реально так. В отличие, кстати, от Евросоюза. Регламент Евросоюза позволяет делать внимание из любого растительного сырья. Что выросло, то выросло. Что может перебродить, то перебродило. Из этого и сделали. Не знаю, насколько это хорошо. Хотя пару раз слышал такие вещи, типа вот какая-то там водка, хрен знает из чего сделанная. И очень даже неплохо идет. Возможно, я даже в это верю. Но пока сам не убедился, сам не убедился. За что я выпью. Кстати, знаете крупнейший рынок водки кто? Не, не Россия. Штат. Штаты. И как раз именно в Штатах употребление водки превышает употребление любого из дистиллятов. И в общем-то все это логично. Хотя, конечно, они дают статистику такую, что ну простите, это не потребление чистой водки. А очень часто коктейльный вариант. Но тоже прокатит. Пьют и пьют. Кстати, водка в качестве коктейльного варианта очень неплоха. Насколько я слышал, водка даже используется, как это, когда пекут что-то. Ну в пекарнях тоже не так не скажешь. Коржики там для тортиков, еще что-то. Водка очень даже может использоваться. Ну и опять же, у водки очень много применений. Кроме как заливать ее внутрь себя. Никто не отменял медицинские варианты. Которые я очень часто называю, что водка с перцем помогает только, если в случае вы хотите бухнуть, а жена против. И вы говорите, горло заболело, ну все, прокатит. А вот, например, водка с солью при каких-то там желудочно-кишечных, именно таких отравлениях пищевых, очень даже спасает. Вот прям конкретно. И об этом вам скажет, в общем-то, любой врач. Хотя, конечно, он скажет это не на камеру, он скажет это втихаря. Это, вы знаете, из серии, как наркологи. Настоящий нарколог не пьет. Слушайте, я знаю кучу настоящих наркологов, я не вижу среди них ни одного трезвенника. Нормально они прибухивают. Причем очень конкретно. И процентов 80 из них еще и курят. Ну, то есть, тут вообще вопросов нет. Да, я видел несколько интернет-персонажей, которые брызжут слюной во все стороны на тему, ты выпьешь 10 грамм, и ты сдохнешь через месяц под забором, никому не нужный. Такие все пропитые, знаете, сидят. То есть, они проходили это на себе. Да, есть наркологи-фрики, типа белорусского Сайкова. Белорусы поймут. Но, опять же, он говорит, что он не пьет. Но, глядя на него, я не верю. Не может человек просто так радоваться жизни, именно так, как делает это он. Есть подозрение, что он подбухан по большей части всегда. Это, знаете, как с попами. Сейчас маленькое отступление такое, коротенькое. Еду я как-то в Москву, по-моему, на Продекспо я тогда ехал. Я не помню, короче, конкретно, но еду в Москву. В поезде. Я и у меня, на тот момент, плацкарт, и у меня здесь еще поп и два полупопа таких. Я не знаю, как у них там градации называются. А я же люблю такие компании. Я, естественно, сразу религиозный диспут. Поехали, ребята, сейчас пообщаемся. И вот эта вот сцена, когда два вот этих полупопа, они мне доказывают, что боженька все это создал за сколько там дней, короче. Адам и Ева. Ну, это ковчег и все. Вот это, короче, в Библии сплошная правда, прям каждое слово. А старший поп, он так сидит и он так на это все смотрит. Причем не на меня, а на них. Ну, и с таким видом, типа, ну молодые еще, ну подрастете поймете. Он-то прекрасно знает, для чего создавалась религия, как это все работает и есть ли там кто-нибудь. Вот точно так же с наркологами. Они прекрасно знают, как это можно употреблять, как это нельзя. Поэтому с водкой тут вопрос простой. Главное, не переборщите. Вот. И будем потихонечку заканчивать, наверное, такую сумбурную видяшку. Ну, простите, это с днем рождения водки, в конце концов. Я как бы ничего не планировал писать сегодня. Поэтому, наверное, вот так. Пару слов просто про балчук этот красный. Я не помню, говорил ли я это в записи, когда он у меня выходил. У него очень прикольная бутылка. У него чуть-чуть синеватое стекло. И оно так вот, как с пузырьками. Такое вот. И я еще, когда ее сейчас нес из шкафа, думаю, что у меня, блин, внутри. Она же закрытая была. Потом вспомнил, дошло. Что это именно сделана так бутылка. Под старину вот эта, аутентичная. Вот. А про водку я могу сказать, что пить ее можно. Некоторые, например, и писатели типа Чехова говорили, даже нужно. Что она там, по-моему, или улучшает мозг, или возбуждает мозг. Я не помню. Но что-то она хорошее с ним делает. Вопрос только в количестве. Как вы знаете, пить можно всем. Знать нужно только когда, и с кем, за что, и сколько. Поэтому смотрите, дозу свою не превышайте. И раз это с днем рождения водки, я, наверное, скажу одну из фраз, которую обычно говорю на поздравляшках в самом конце. Что, как бы это сказать, если день рождения удался, завтра с утра тебе должно быть так же хорошо, как и было вечером. И ты должен быть полон приятных воспоминаний. Если же тебе завтра с утра хреново, значит, ты неправильно отметил день рождения. Обычно я это говорю именно на поздравляшки к чьему-то дню рождения, но в данном случае к дню рождения водки. Если завтра с утра вам будет хреновенько, значит, вечером вы несколько не рассчитали своих сил. Поэтому силы надо рассчитывать всегда. На этой радостной ноте за вас, дорогие мои, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, что ждет следующих видео, выходящих, спугающих, иногда не очень периодичностью. За то, чтобы все у нас у всех было хорошо. За то, что я опять заболтался, хотя вообще думал, что я за 5 минут, как всегда, все это выскажу. И всем пока. Ну, я уже обратно усаживаюсь. Да, что ж такое? Вот это, блин, запись, как всегда. Так, пошатали камеру. Молодец, Дениска. Все, садимся, брата. Неси, женщина. Тут такая вещь произошла, еще не все. Короче, я выключаю камеру. Ну, вот останавливаю запись, выключаю камеру. А жену я перед этим изгнал в спальню. И говорю, все, сиди там. И, короче, не мешай мне запись вести. И я вот это все выключил. И жена говорит, блин, а я только подумал. А у тебя же праздник-то. День рождения водки. Можно было бы хотя бы бутербродик с икрой сделать. Ждем. Ну, я наливаю уже. Да, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Можно наливать. Да. А я уже всю долью. Господи, сколько тут осталось. Да, ждем, ждем. Не стандартная, скажем так, концовка видяшки. О! Навалила. Навалила? Жена, ты навалила мне в тарелку? Икры. Жена навалила в тарелку икры. А что так много? А, ты в смысле, я сейчас один съем, а три тебе? Праздник же. Праздник же, да. С праздником, господа. Сейчас, половиночку. Не смотри на меня так. Сейчас выпью и скажу. О! Ого! Вот ее надо под икру. Класс. Все. У меня просто жена умеет такой взгляд делать. Когда она меня смотрит, я понимаю, что я начинаю пьянеть. Просто автоматически. Понятно, что я там только после записи или еще что-то, но пьянеешь же обычно не сразу. То есть минут там 10-15 должно пройти, и ты понимаешь, что уже дало в голову. А вот иногда только запишешься, приезжает жена с работы. И вот таким взглядом тебя сверлит, и ты понимаешь, ну все. Ручки отваливаются, ножки не держат, пойду я спать. Вот сейчас был такой же взгляд. Но я его, видите, вовремя пресек. И раз уж под икру, атрибутер вроде-ка жене оставлю. Все-таки теперь уже точно заключительное, уже совсем все. Поэтому не будем повторять за вас и так далее. Знаете за что? За то, что водка незаслуженно считается каким-то таким продуктом потребления пролетариатом и прочими непонятными личностями. Водка это очень даже хороший продукт. Вопрос, как правильно ее выбрать, какую водку взять и в каком количестве ее употребить. Ну и уже здесь не могу не сказать под какую закуску. Поэтому теперь точно поехали и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok